Это, собственно говоря, то, о чем будем разговаривать. Это немножко обо мне. Меня зовут Вологина Ольга. Я с 2006 года работаю в маркетинге. На данный момент у меня около 200 публикаций в журналах, посвященных маркетингу, брендингу. В маркетинге я выросла... Сейчас я директор по маркетингу. Выросла я из области диджитала. То есть, знаете, как это... Если любой солдат мечтает стать генералом, то директора по маркетингу обычно приходят с двух сторон. Из онлайна и из офлайна. Вот я тот самый директор, который пришел из онлайна. Что касается брендинга, то брендинг сопровождает меня всю маркетинговую жизнь, потому что сначала мы продвигали бренды, потом мы их развивали, потом написали стратегии этих брендов. Потом мне попался бренд, который уже там не торговая марка, а именно бренд. И сейчас в моей нынешней бизнес-жизни существует прекрасная история, когда как Xerox, как Pampers, компания, в которой я работаю, дала название категории, поэтому мы получаем плюшки со всей категории и шишки тоже за всех. Кто бы ни назвался. То есть я сейчас директор по маркетингу веревочной сети Panda Park. И словом Panda Park называют все веревочные парки страны. Хотя нас, исконно Panda Park, в стране только 26. А все остальные другие торговые марки. Поэтому вот моя жизнь в брендинге сейчас, наверное, это основная часть моей профессиональной работы. Как отстроиться по бренду, потому что категория, собственно говоря, вся наша. Кроме того, у меня есть опыт разработки личных брендов. Это такая сейчас современная модная тема. Продвижение себя как бренда, своего бизнеса как бренда. И компаний, которые работают по принципу о том, что сумма слагаемых всегда больше, чем одно. То есть, условно говоря, если я адвокатская контора, и я буду продвигать каждого адвоката в отдельности, то в сумме это даст больше веса всей конторе целиком. Или, например, я фитнес-клуб, и если я буду продвигать каждого тренера в отдельности, то в сумме фитнес-клуб получит больше. Вот. И заканчивая, не знаю, там, мамочка, которая дома с детишками, она прекрасно вкусно делает торты. И ее бизнес – это 20 тортов в неделю, больше она не успевает печь, потому что уроки и муж, но ее торты тоже должны иметь какой-то бренд и распространяться по ее району. То есть, это такой микробизнес, который все равно устраивается по принципу «Дай совет, кому обратится торт для ребенка». Вот тебе контакты, вот там хороший человек. И вот этот хороший человек в итоге себе в Инстаграме выстраивает собственный бренд в районе среди мамочек и продвигает за счет этого свою, даже уже не ИП, еще меньше. Но, тем не менее, это тоже бизнес, это тоже брендовая задача. Я про то, что мы сегодня будем разговаривать про стратегии, и они, черт побери, работают, начиная от Эппла и заканчивая мамой с тортом. Одинаково, потому что. Вот. И вот в области стратегии личных брендов я работала с разными бизнес-персонами. Из них, наверное, самые крупные – это вот эти вот два товарища. Оба присутствуют в российском списке «Форкса» – Игорь Рыбаков и, соответственно, «Хартман». Ну, а дальше там красивые картинки, те бренды, с которыми я когда-то работала. С 2006 года их много. Все, что влезло из того, что известно. Вот. Поэтому мы начинаем, как известно, от печки, от определения, что такое бренд. Сверху у вас определение, которое взятое из Википедии. Оно достаточно емкое. Я специально ушла от классического учебника по брендингу, потому что там в рамках 45 минут – это Unreal. Нам нужно понять самое главное – о том, что в понятии бренд люди на протяжении определенного периода времени вкладывали разные вещи. И бренд в нашем с вами сознании, мы с вами такие же потребители, как и все остальные, прошел определенную эволюцию, которая при этом не то, что там эпоха закончилась и все, как отрезали, оно все равно осталось. И в зависимости от возможностей, в том числе экономических, компании могут работать с брендом на разных уровнях. То есть там на уровне начала 20 века или на уровне середины 20-го, или как сейчас. Просто сейчас это больше денег требуется. Потому что бренд в сознании человека проходит те же самые этапы эволюции, так же, как он проходился в это время. Итого, по определению. Значит, на что стоит обратить внимание? Во-первых, бренд – это комплекс всегда представлений. Это не одна какая-то штука. Это много чего. В отличие, чем это отличается от обычного товара. То есть там, что такое ручка? Предмет, которым пишем. Что такое паркер? И вот тут у нас начинается имидж, стиль, цена. Какой это был когда-то крутой подарок, если бы когда-нибудь занимались такой прелестью, в кавычках, как корпоративные подарки на Новый год. Или отвечали на вопрос, что подарить человеку, у которого все есть, а годам в 35-е он встает с каждым годом ярче и ярче, то вопрос, что подарить человеку мужского пола, у которого все есть, который занимает определенную должность, встает вопрос, почему бы не красивый дорогой паркер? Почему не шариковую ручку бика? Она же тоже пишет. А потому что паркер – бренд. А бик – товар. И вот эта разница, это как раз и заключается в том самом комплексе представлений, мнений людей, ассоциации с этим предметом, эмоций, которые мы испытываем, его взяв в руку. Знаете, как это? Если вы когда-нибудь ездите в электричку, там ходят такие прекрасные латушники, которые продают те же самые ручки. Такой нонейм китайский. То есть ассоциация с этой ручкой нонейм, она отсутствует. То есть одна, вторая, третья, четвертая, с паркером она всегда будет. Ценностные характеристики о продукте – и это не цена, это ценность. Это вот то самое, что называется product value, которое называют маркетологи, когда у нас при приобретении того или иного бренда мы должны что-то ему отдать. Это очень похоже, знаете, на такую ментальность русских сказок. Ты мне глазик, а я тебе волшебный клубочек. То есть что-то дорогое надо отдать, где-то деньгами, где-то надо вот доехать, постоять в очереди за этим Apple. Где-то надо быть первым, потому что там лимитированная коллекция. То есть мы тратим жизнь для того, чтобы это приобрести. То есть тот ресурс, который вообще не восполняется. Вот. И тогда это бренд. А все остальное – это продукты. И, соответственно, бренд проходил определенные… Вот я вам выписала прямо как-то, ну, как-то самое главное, что было. У нас есть курс, который так и называется «Брендинг». Там 48 часов, 24 мы сидим в аудитории, а остальное вы делаете дома. Вот. И вот там это прямо вот часа 4 мы с вами разбираем каждую бренд-платформу. Самая первая история. Бренд как гарантия качества. Я лучший. То есть у нас есть просто швейные машинки, а есть зингер. У нас есть просто зефир с пастилой, а есть беревское, коломенское, вот там свое. У нас есть просто золотые украшения, а есть фаберже. Ну ладно, фаберже – это уже музей. А есть Тиффани. И тогда это про другое, да? То есть когда бренд говорит «Я просто лучший». Я лучший из многих. И вот это самая первая такая вот минимальная стратегия, которая замечательно работает, если у вас нет бюджета. Давайте так. Есть бизнес, нет денег на продвижение. Вы та самая мамочка с тортами. И тогда у нас в Инстаграме получаются описания, типа «Все готовят торты». Там в магазине в «Пятерочке» тоже лежит торт, фабрики, там тирольские пироги какие-нибудь, да? Вот. Но вот у меня. И вот тут начинается уже там крем-соусом, соусом таким-то, курвуази, орехи, пекан, бла-бла-бла-бла. Такое описание этого торта, пока дочитаешь, уже слюнки текут. То есть это выделение. У нас есть такой сервис, который называется «Ярмарка мастеров», где люди, у которых руки растут из плечей, а глаза с талантом, делают авторские разные вещи. Там валяние, вышивание, выжигание, швейтус. Вот «Ярмарка» реально мастеров. Потому что можно пойти в магазин «Зара» и купить платье, как у всех. А можно пойти к «Портнихе», и она тебе сошьет так, потому что она «Портниха» с маркой. Это вот бренд конкретного мастера. У нас, соответственно, любой подобный бренд сейчас, он так или иначе садится все равно на какой-то общий тренд. Например, что касается шмоток, то это там casual, деловой стиль, этнический стиль какой-нибудь, там, боха стиль и так далее, и так далее. И вот в качестве примера я вам искренне рекомендую зайти в Facebook или в… В Facebook просто много фото классных. И посмотреть там стиль, который называется «Левадная детайлс». Стиль Левадная, значит, это бренд «Левадная», которая взяла стиль русского севера, этнический стиль, и сделала из него собственную марку одежды в такую интересную пастельную. Она использует только четыре цвета и три материала. И ручную вышивку с серебряными нитками и полдрагоценными камнями. Красоты неимоверно, соответственно, стоит под сотку и больше. Авторские работы шьются там очень лимитированными коллекциями, но это бренд. То есть она садится на тренд «Северная культура», а из нее делает современные стильные вещи. Следующий этап развития бренда – бренд как социальный символ. То есть смысл такой – со мной ты лучше. Если ты идешь и пьешь кофе на вынос из Маглонаца, или ты идешь по улице и пьешь кофе из Старбакса, то где ты круче? То есть вот за счет бренда человек пытается, я не скажу, что он выпендрится, но увеличить свой социальный статус или показать свой социальный статус. Понятно, что в любом обществе есть люди, которые говорят мне вообще наклевать. Не в деньгах счастья, не в шмотках дела. И вообще я программист, я хожу в свитере на работу, и нам так положено. И в этом ситуации обычно все ссылаются на Стива Джобса, который с 2011 по 2016 год выходил на сцену, презентуя новый продукт, в синих джинсах, черном свитере и белых красотах. На эту тему сейчас очень смеются на тему Цукерберга, хозяина Фейсбука, о том, что он копирует Стива Джобса. Сколько серых футболов в гардеробе у Цукерберга? Полный гардероб, одинаковый серых футболов. То есть он выходит на сцену то же самое. Синие джинсы, какие-то кроссовки и серая футболка в одном и том же. Сейчас его пытают точно так же посмотреть, как уходит Дуров. Но только там немножко другое, там такое худи черное, пиджак с худи. Это, конечно, удивительный стайл, Дуров стайл, но, как говорится, стилисты подбирали, подбирали интересно. Вот тот самый вот бренд становится социальным символом. Если ты хочешь иметь определенный социальный статус, там, если ты, знаете, у нас очень и чары это любят. Если ты хочешь получить работу с зарплатой, которой хочется, оденься на эту зарплату. Фраза по одежке встречают, это бренд как социальный символ. Соответственно, позиционирование в данной ситуации идет по принципу, если ты обращаешься к нам, ты крутой. Докажи, что ты крутой, обращайся к нам. Некоторое количество современных адвокатских бюро как раз работает по этому принципу. Где в описании компании идет фраза «С нами работают такие эксперты рынка, там, киты рынка. Мы защищали самых крутых людей». То есть, типа, ты приходишь к нам, ты тогда тоже такой же крутой. Следующая история – это бренд как структурный элемент. То есть, со мной ты счастливее. Если вы сейчас посмотрите на рекламу, у нас благо осень, на рекламу «Гарниер», огромное количество рекламы индустрии красоты идет по принципу «Пользуйся нашим кремом, и ты будешь молодая, красивая, счастливая, успешная». Там такой список всего и сразу идет. Потому что, ну, как бы, привязать же потребителей надо не только интеллектуально, потому что эмоционально надо, поэтому там не просто умылся мицеллярной водой и быстро смыл, типа, удобно, но это тебе и увлажнение, и быстрый комфорт, и без разводов, и все остальное просто вот. И все остальное. И все остальное. Лет 8 назад была шикарнейшая совершенно реклама «Пиво сокол». Это ролики в Ютубе есть до сих пор, это была видеореклама, и она называлась «Ави Плакос». «Пиво сокол» нельзя было, но вот «Ави Плакос». И они там такая, ролик красивый, как вырастает дерево из пивных бутылок, и они поют «Во имя добра». «Пей пиво во имя добра». То есть это связать две такие странные, очень далекие вещи в одно, казалось бы, сложно, но получается же. «Ковбой Мальборо». «Ты куришь сигарету, ты крутой, как «Ковбой Мальборо». То есть это вот такое. Из современных роликов, я иногда посматриваю фильмы сейчас на Ютубе, и там периодически бывают прероллы рекламные, которые встревают в ленту, из того, что сейчас идет, реклама детского мира. Мы знаем, как сделать ребенка счастливее. Мы спросили детей, что они хотят в школе. И вот, ну, 1 сентября, понятно, что там такая реклама под сезонность идет. Но она прямо сейчас вся. Конечно. «Сок добрый». Вот этот «А ты налей, а ты иди». Ты не лупнешь, деточка, «А ты налей, а ты иди». И вот эти все мемы, которые ушли из «Сока добрый». Показывание счастливой семьи, которая пользуется продуктами, домик в деревне, с бабушками. И вот эта вот эмоциональная такая вот привязка, это все вот туда. Соответственно, если мы имеем деньги для того, чтобы показать счастье, то есть это видос обязательно. То есть то, что было до этого, я лучший, ты лучший, мы можем сделать слоган, картинку, описание и прокатаем. Вот здесь вот показывание эмоций уже как-то вот мало картинки, нужен видео и эффект. Другой вопрос, что у нас в телефоне уже сейчас такие камеры, что это сам себе режиссер, и если ваша компания позволяет делать вот такой вот контент, он называется UGAC, User Generations Content, то есть такой естественный контент, якобы не рекламный, то есть там не глянцево причесанный, да, то есть если вы не работаете в дорогом глянце, супермашинах, там с ценником, от, где нужно быть на уровне глянца, то все остальное, в принципе, вот сейчас такой общий рекламный вот этот вот User Generations Content, все попроще, давайте будьте проще. Следующая история – это формирование бренда как среды. Это прям вот уже такой вот двухтысячные года уже пошли. Вот. То есть когда бренд встраивается в жизнь человека. если тебе удобно по дороге забежать за кофе, то Starbucks рядом. Он так же, как ты, молодой, активный, деловой, веселый, он всегда фанни, у него нет, у него no problems. Ты строишь карьерную лестницу, молодой специалист, летишь вперед, перед тобой все двери открыты, мир открыт, мы такие же. И у нас, соответственно, исходя из целевой аудитории, на которой строится бренд, начинается вот эта вот состройка. Семейные ценности. Какое кафе? Кафе Андерсон. Вот у нас начинается такая история. Весело, драйвово, вкусно. Макдональдс. Вот что я люблю. Вот это вот замечательный слоган бренда как среды. Я вместе с тобой, я часть твоей жизни. У нас на эту тему есть даже замечательная, отдельная сейчас идет вторая волна. Любое действие рождает противодействие. Когда компании, которые говорят, мы уважаем потребителя, чтобы он не носил наш логотип на майках. Поэтому мы не будем брендить. То есть как бы товары но-нейм. И если вы посмотрите, там девушка идет с сумкой, на которой написано жирно там Дольче и Габбан. Вот это точно не Дольче и Габбан. Потому что настоящие Дольче и Габбан, уважая потребителя, говорят, я, конечно, с тобой рядом, но мы же не платим тебе, чтобы ты носила у нас тут везде. Поэтому настоящий будет зашивать лейбл внутрь. И поэтому мы узнаем дорогие вещи. По принципу, я же в твоей жизни, я тебя уважаю. Поэтому мы у тебя есть, но ты не должна нами хвастаться. Потому что ты уже на том уровне, знаете, как это? Самое главное, это доказать себе что-то. После этого доказать окружающим уже не надо. Я же себе все доказал, что могу в этой жизни. И это вот эта вот история. Бренд как среда. И последнее, это такой самый высший пилотаж, который называется бренд как миф. Это огромные бюджеты, потому что залезать в мифологическое сознание человека, это огромная работа. Этим занимаются обычные психоаналитики лет пять, докапываясь до предсознания. А бренд, который выстраивает себя, что у меня есть миф, начинает с того, что появление бренда должно быть окутано каким-то необычным событием. Я здесь вас отправляю к статье на 25 страничек Якова Пропа, которая называется «Мифология русской сказки». Это исследователь прошлого века, очень известный в кругах российской и зарубежной филологии, который рассказывал о следующем, что любое событие в сказочной стране развивается по определенному закону. Есть какой-то человек, человек попадает в необычную ситуацию. Там Иван-дурак ловит золотой кубы лицу. Это сказка «Коня-грубина». После этого он должен пройти препятствия. Кто-то там с драконом борется, кто-то с клубочком к бабе Егей бежит за кожей царевной лягушки, кто-то отправляет искать жарптицево перо, ну и так далее, и так далее. То есть он проходит какие-то испытания. И по итогам этих испытаний он получает мега-бонус. Кто-то становится царем, кто-то получает звание героя Добрыни Никитич, например, в былинном мире, кто-то женится, находит себе жену прекрасную, и так далее, и так далее. То есть принцип такой. Персонаж, тяжелая жизнь, препятствия, героизм, бонус. Стив Джобс на последние копейки покупает компьютер в гараже, что-то они пили с друзьями. Продает дом, живет в кредит, ругается с женой, разводится из-за нищеты. Работает, 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 бьется с Эйбиемом, побеждает. Цукерберг с Фейсбук. Никак не мог познакомиться с девушкой из соседнего кампуса. Она все время ходила с другими. И тогда он придумал, как можно подглядывать за ней тихонечко, за ее жизнью, потому что он не мог жить без нее, но при этом, чтобы его за это не посадили. Фейсбук. Один маленький нищий программист в доме, к дворе колодца с братом, упав, значит, однажды живет в одной квартире с братом, на окраине Питера. Упал, ударился головой об ванну ВКонтакте. Норвежская пивоварня, значит, знаменитая крафтовая норвежская пивоварня, значит, хозяин покупает участок земли, чтобы производить овец. Ему 30 лет, он не может найти никак возможность достойно содержать семью, давай займемся землетелем. Значит, в окорчевый очередной камень он находит клад в сундук, в нем книга старинного рецепта пива, знаменитая крафтовая пивоварня. Правда это или нет, это неизвестно. Это миф, который заложен персонаж трудности, невзгоды, препятствия, борьба, бонус. Гарри Поттер живет на пособии для бедных матерей, пишет Гарри Поттера на салфетке, книжку отдает в издательство, издатель трижды отвергает до тех пор, пока она не подсовывает книжку дочери редактора, знаменитой писательницы. И если у вас есть возможности вот об этом мифе рассказать людям, то есть это деньги, вы понимаете, возможности рассказать это деньги, это медийные бюджеты в охват. Тогда вы уходите на бренд книжку. В идеале все это совместить, но по факту получается так, сколько есть денег, на том уровне мы останавливаемся, сколько есть возможностей, опять же, тут же не только деньги, тут нужны и люди, человек в часы, и мозги, которые укладывают это все в бренд книжку, в позиционирование бренда по мне, то есть тут много всего, но в целом это вот теоретически должно дойти до финала. Бренд как книж. Тогда у нас появляются разные интересные вот такие вот истории про фильм вот Стив Джобс, насколько я помню, что-то 6 или 7 раз в определенный момент его сняли, и там все про гараж, про лищету, про сложную семейную жизнь все писали, все снимали. Кроме того, что у нас есть история бренда, у нас сейчас появился новый потребитель. это вам такой мини-кусочек из нашего курса по маркетингу о том, что если раньше, как мы сегментировали нашу целевую аудиторию. Первый, пол и возраст, самый банальный, мужчина-женщина, ребенок-отрок-подросток и возрастная категория. Вот на данный момент это вообще без разницы, потому что одну и ту же модель поведения показывают люди в 22 и в 55. Одни и те же интересы. У нас размываются принципы возрастных характеристик. Понятно, что то, что идет до 18, там четко регламентированное развитие молодого организма. То есть там то, что интересно ребенку в 6, не факт, что будет интересно в 18. Хотя я отлично знаю, что крупнейшее сообщество лего-техник это бородатые мужики, которые собирают это лего и которым за 55. И вот они держат этот банк. Крупнейший там лего-техник Russia, с которым общается главный конструктор лего-техники из Китая. Но это вот, знаете, это как судомоделирование, это такие хобби уже, да? А если мы говорим, что попроще, там, классические, более классические вещи, то, например, возвращаясь к телефонам, телефон Samsung, бренд Samsung, телефон Android, соответственно, у нас этим Android пользуются, выбирают его люди, начинают 18, заканчивают 50, и без разницы, какого они пола и сколько им точно лет. Ездим на работу на велосипеде точно так же, неважно, с какого они пола и сколько им лет, была бы велодорожка. И внутренняя потребность, а именно с внутренней потребностью бренды работают. В итоге у нас получается следующее, что самые эффективные характеристики в поведении человека, второе местоположение личные интересы, потом жизненные этапы, отношение к чему-то, жизненные этапы и отношение к здоровому образу жизни, буду я бегать или нет, я для себя должна это решить, я вижу себя в этом беге или нет. Ну, соответственно, финансы, что, в общем, неудивительно, а уже потом в совершенно полный возраст. Кроме этого, у нас есть общий потребительский тренд, то есть это взаимоотношение человека к окружающему миру. У нас сейчас произошла четвертая промышленная революция, которая называется глобализация экономики. Проще говоря, товаров стало на порядок больше, чем людей. но если там шестнадцатый век разбит свою хозяйке горшок, она пошла горшечник, он ей сделал на заказ горшочек, то сейчас хочешь новую маечку, вот оно везде, выбирай какую, причем их настолько много, а нас с вами, дорогие друзья, не настолько много появляется, а в кошеке у нас тоже не сильно прибавляется при этом, то сейчас у нас появляется и работает вещь, которая называется диктатура потребителя. Потому что выбери меня, выбери меня, говорит магазин, пожалуйста, кошелек на ножках, потому что в Заре майка за 600, в Маркет Спенсере за 600, в Оджи за 600, в Твое за 600, а на рынке садовод вообще за 200, только ехать. А можно с доставкой на дом, лень мне по магазинам ноги бить. И у нас появляется целая отрасль, выращенная на вот этом выбери меня, потому что в пятерочку ты даешь ногами, а перекресток уже с доставкой на дом. И вот сейчас вот у нас сейчас и по телеку, и по Ютубу прекрасно совершенно крутятся эти рекламные ролики, когда жена говорит мужу, ты за хлебом-то сходи. Он говорит, так я уже за ним лежу, и за молоком, и за водой, и за 6 бутылок уже. Она говорит, это не тяжело, а он так хитрый, ничего, бить, справлюсь. конечно, я уже за ним стою, занимаясь йогой, выбираясь, потому что выбери меня, где ты будешь тратить свои деньги. Поэтому в итоге у нас появляется общий потребительский тренд, который говорит, все для меня и все про меня. Такая тотальная кастомизация. Если я приду к тебе, то ты уж попляши передо мной, продавец, и я куплю у тебя брюки, ты мне под шею сразу, как я хочу, и халатик должен быть с перламутровыми пуговицами. Если сейчас нету, то вы мне с доставкой организуете и со скидкой, потому что я потратила время. Как химчистку вы получили? Конечно. Костюм у нас приобретали, химчистку бесплатную. Как вариант. Приобретали костюм, химчистку бесплатную. То есть это уже игры маркетинга, которые говорят, что создание лояльного потребителя, потому что он вернулся и хотя бы сейчас пришел к вам. А фраза скидки 90% после кризиса 2014 года уже не работает. Следующая история это жизнь без сложностей. Я не хочу думать, я хочу просто. Побеждает тот, кто придумает проще. Вариант программы лояльности я тут недавно видела, просто сказочный. Значит, ты должен скачать QR-код, подсканировать чек, получить эти цифры, забить их, зарегистрироваться в личном кабинете на сайте, внести эти цифры, и тогда ты получишь 5% к следующей покупке. Ты думаешь, господи, за что мне вот это программа лояльности? Вот, и просто плюешь на это дело и все. Наша сейчас вот эта жизнь без сложностей рождает следующие тренды в создании новых продуктов. Мы раньше считали деньги, потом мы стали карточку втыкать и вводить пин-код, потом мы стали ее прикладывать, потом мы разленились и прикладываем телефон. А теперь следующий этап, а теперь давайте часы прикладывать. А теперь следующий тренд. Зачем все это таскать? Встроенный чип в кожу, телефон на руке, прикладывание большого пальца. И это тренд, который развивается сейчас в силиконовой долине. Еще более упрощивает жизнь. Я иногда смотрю на мой сотовый телефон и понимаю, что там находится та же самая система, которая запустила Гагарина в космос. А я там в приложении играю. Но тем не менее вот эта вот жизнь без сложностей, все для меня. Дальше тренд, соответственно, поиск уверенности и безопасности. Все должно быть просто, под меня, просто, надежно и в той целевой группе, как я хочу. Ну и вот у нас есть еще два таких вот новых тренда, которые в Европе сейчас идут, а в России еще пока не очень, чувствует себя и выглядит на сто процентов. Вечная фаня. Мы не можем постареть, нам стыдно, потому что старых не берут на работу, начинаются разные там, есть ли жизнь после 35, вот эти вот все опасения. Вы должны быть вечно молодыми, успешными, счастливыми, и тогда мир победившего инстаграма, его называют сейчас современные философы. Вот. И последний тренд это сопричастность. Вот это для брендинга прекрасная вещь, потому что я хочу не просто потреблять, я хочу оставить след на этой планете. Это такой вот как бы отскок от первого тренда, все для меня и про меня, про то, что нельзя жить овощим потреблением. помимо того, что ты посадил дерево, построил дом и выросил сына, надо сделать что-то еще. И я хочу, чтобы бренд давал мне эту возможность. И у нас появляется сбор крышечек, наплавь себе из пластиковых бутылок какую-нибудь там крутую инсталляцию и продай ее на маркете, там покажи ей там что-нибудь. Велопарады, покажи, что ты участвуешь в жизни города, ЗОЖ и прочее, прочее, прочее. То есть это вот сопричастность миру, что ты не просто так коптишь эту землю. Поэтому тот бренд, который скажет, ты не просто потребляешь мою ручку, ты пишешь этой ручкой, а моя ручка создана для того, чтобы каждый день написать 20 добрых слов. Вот он выиграет. Там ручка добрых слов это уже бренд. Это уже не биг. И человек чувствует сопричастность, делая добро миру. он же каждый день пишет добрые слова. Ну, то есть вот фигурально выражаясь, это вот так. Дорогие друзья, которые слушают меня по вебинару, есть ли у вас вопросы? Мы так поговорили про типологию, как росли бренды, что такое современный потребитель, с чем современные бренды вообще живут. И переходим непосредственно уже к чистому бреннию. Так, но если вопросов нету, двигаемся дальше. Вот Евгений пишет про то, что бренд должен держать качество, несомненно, качество бренд должен держать. Бренд это не манипуляция в чистом виде. Бренд это внедрение в человеческое сознание. Не манипулирование, а именно внедрение. Потому что одно дело вы говорите, я делаю что вы сегодня надели на работу. Ну там пиджак, галстук, костюм надел. А другое дело, когда человек говорит, я сегодня в бревоне. И он понимает, что он соответственно определенного стиля, определенного уровня, определенной ценовой категории. И он этой категории достоин, он ее заработал, она для него статусна, она подчеркивает его значимость для него же самого. И в социальной страте, в которой он варится тоже. Я уж молчу не знаю там утилитарные вещи, как я иду на переговоры с важными людьми, поэтому я должен выглядеть, как будто я эти переговоры уже выиграла. Поэтому я беру бревоне, одеваю золотые часы. Сейчас, извините, сейчас золотые часы не модные, это такое старое понятие, пожалуйста. Свои диджитал часы, которые мне считают все на свете, начиная от шагов и кончая банковский счет. Интегрированы с почтой, фейсбуком, телефоном и так далее, и так далее. Вот. Можете ли вы приобрести качество, несмотря на бренд, хотя бренд окажется известный? Конечно. Это уже индивидуальный подход к человеку. Кто-то говорит, мне майка, сын, посадовод абсолютно устраивает. Она хлопковая, качественная, натуральная, мне не важно, кто ее сделал. А другой говорит про то, что майка, но не ему, боже мой, я не могу себе этого позволить. А третий говорит, я сегодня одел майку, там, а что ты носишь? Я говорю, ну я одеваю там такую-то марку одежды. Почему? То есть это эмоциональная связь. Мне комфортно в такой-то одежде. В другой, может быть, в обоих красиво, но в этой комфортно, в той нет. И это совершенно не связано с лекалами швеи. Это эмоциональный комфорт. Следующая тема это разработка бренда. Значит, разработка строится исходя из шести пунктов, то есть полный комплекс брендинга. И обычно, соответственно, что вот, значит, первая история это операционный уровень, чистый бизнес. То есть, есть ли у вас возможность в принципе в компании заниматься брендингом? Может быть, мы просто продаем наш продукт, он нормально продается. Ну и слава богу, пусть продается, не будем лезть в высокие сферы, чем наше детское пюре солнышко отличается от бренда Агуши. Да без разницы, мы не ссоримся с этими гигантами. Мы сидим у себя в славном городе Торжке, например, у нас производство выпускает 140 тысяч банок и на нашу Тверскую область, включая город и ближайшие деревни, этого хватает за глаза. Нам даже больше не надо, у нас емкость производства, 140 тысяч банок мы больше не сделаем. Так зачем мы будем бодаться с фембельданом размером со стран? Не нужно. Здравствуйте. Второе, что важно в операционной деятельности, а представьте себе обратную ситуацию. Вы сделали крутой продукт и оно у вас пошло, выстрелило. У вас хватит бухгалтерии, чтобы обработать все входящие документы, аккаунт менеджера, чтобы обработать входящие звонки, курьеров, чтобы это все развести, логистики, чтобы развести эти банки. Вы готовы к прорыву в 10 раз. Вот так, хоп, и в 10 раз. Это, знаете, очень... Я здесь вас отправлю почитать, дорогие друзья, про такую очень крутую вещь, которая называется ТАЛС. Я вот вам написала в чат, а сидящему здесь я напишу, соответственно, на доске. Т-А-Л-Т. Т-А-Л-Т. Это промжизненный цикл развития любого бизнеса. И вот там как раз операционный элемент есть, когда компания развивается, развивается, а потом, если она выходит на определенный уровень, за счет, в том числе, брендинга, и товар выстреливает, хватает ли у него сил справиться с резким скачком. Там это называется перепрыгнуть через... Ну, я читала ее в английском, у меня это было ойл-боулинг, дорога боулинга, то есть там были кегли, которые сбиты шаром. Вот. И очень многие компании не справляются вот с этой вещью, и в итоге все усилия оказываются напрасны. В лучшем случае компания уходит обратно, просто там резко снижая объем поставок и прочее. В худшем разоряется. Яркий пример в этом смысле был с игрой Pokemon Go, которая, значит, Pokemon Go была четвертым проектом данных издателей, данного студии разработки. И когда история пошла, и все стали ловить этих покемонов, у меня была эта лихорадка. Их ловили где только не, и даже кто-то сел за то, что он ловил его в храме. То поскольку был взрывной рост соответственно объема сканчки и взрывной рост количества игроков, то изначально компания брала кредиты для того, чтобы арендовать сервера. Благодаря этому она вот как раз выжила, то есть у нее операционно не хватало серверной мощности. И они экстренно там за считанные часы, когда там валились страны, страны, дорогие друзья, размах-то какой, брали в аренду сервера за любые деньги, чтобы только не потерять объем взрывного роста. А дальше уже на этом бренде началось в стандартном режиме вся замечательная наша игровая индустрия, включая разные там наклейки, все это промо, и цитра, и цитра, что вошло уже в чистые продажи. Следующий блок из брендинга это, конечно, исследование, мы исследуем сам продукт, ну, либо услугу, мы исследуем наших потребителей, нравится, не нравится, нужно, не нужно, то есть перед выходом на рынок что, да, происходит. Мы исследуем рынок, вообще мы с кем бодаться-то будем, а будем ли мы бодаться с кем-нибудь, а вдруг у нас никого нет, мы первые. Об этом есть замечательная книжка, называется «Стратегия голубого океана», про работу на рынке, в котором вы одни. У нас сейчас в мире считается, что стратегии голубого океана ни у кого нету. Вот, так вот, это неправда. А стратегия голубого океана есть еще в нашем славном мире, и вот яркий пример вам это электромобиль и Тесла. Он пока один такой, других нет. Так что романтики, которые говорят мы откроем новый рынок, мне кажется, это как звезды, всегда есть поед на месте. Дальше это конкуренты, с кем вы будете бодаться на одном поле, ну и соответственно вывод. После этого вы переходите к стратегии бренда, я вам так, знаете, как это, быстро о том, что 24 часа мы подробно разбираем на курсе. Сегментирование, сегментирование бренда, то есть на какой сегмент он работает, на какой ценовой сегмент, на какой эмоциональный сегмент, инсайты от потребителя, зачем вам это надо. Это, знаете, мне очень нравится в этом списке такой самый банальный инсайт. Напишите мне, пожалуйста, дорогие друзья, в чат, зачем вы покупаете шампунь? Ну, такая обычная дома шампунь. Напишите мне, пожалуйста. Сделаем такой мини-каздеф. Мы что? Вы как думаете? Волосы. Голову сказали мне, волосы сказали мне, а вы, дорогие вебинаристы, что мне скажете? Для чего же вы покупаете шампунь? Вы пишите, я сейчас внимательно прочитаю все, что вы на мне написали, а потом расскажу, как из этого можно вытащить сайт. Дальше это позиционирование бренда, платформа бренда и та самая метафора, миф, зачем это все. После этого начинается уже непосредственно такая банальная классическая работа бренд-менеджера. Первое это вербальная идентификация. Бренд-нейм, бренд-лайн, слоган, стиль, это все, что мы укладываем в бренд-бук. После этого идет визуальная идентификация, концепция бренда, логотип, марка, одежда, персонала, например, который тоже идет в брендинг. Как будет выглядеть буквы вывески, это уже брендинг. Как будет выглядеть сайт, брендинг. Как будем оформлять посты в соцсетях, здравствуйте, брендинг. Это здорово. Что-то слышится родное, да, у долгих песен вообще-то взаимно. И последнее, соответственно, это внедрение, чем занимаются уже непосредственно бренд-менеджеры. То есть это работа маркетинга, это работа пиара, это работа промо-персонала, это работа по продвижению торговой марки на рынке, куда включается весь комплекс бизнеса. Начиная от оформления торговой точки и заканчивая созданием рекламных роликов, песни, о бренде и так далее, и так далее. Ну вот у нас вебинаристы пишут, что они покупают шампунь, чтобы мыть волосы, мыть голову. Вот, собственно говоря, вот вам, пожалуйста, вариант. Если мы покупаем шампунь, чтобы мыть волосы, то у нас появляются шампуни для разного типа волос. А если мы поговорим, что мы покупаем шампунь, чтобы мыть голову, то у нас появляется шампунь для лысых. Мне же тоже надо мыть голову. И вот после всего того, что вы сформировали, у нас начинается стратегия номер один. Если вы входите в сильный сегмент. То есть сегмент имеется в виду сильный сегмент рынка. То есть у вас уже много продуктов на рынке. У вас четко устоявшиеся положения на рынке. У вас есть киты, которые там занимают определенную долю рынка. У вас есть средние позиции. И вы уже понимаете, что на рынке детского питания в Москве есть такие бренды, как бренд Агуша, бренд Спеленок, бренд, 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 бренд. Давно я не покупала детского питания. И еще, наверное, список 15 брендов, из которых три самых крупных. Наверное, там Агуша – это первый, с господдержкой. Его даже выдают во всех молодших питаниях. И если вы делаете новый бренд, какой-нибудь там, наши пюрешки с солнышком, сделанные в торжке, самое первое, с чего мы начинаем, мы формируем устойчивое конкурентное преимущество. То есть мы отвечаем на вопрос, чем мы принципиально отличаемся от других. Потому что рынок уже насыщен. Все говорят, мы все про детей, мы все про любовь, мы все про здоровье, мы все без ГМО. Вы чем отличаетесь? Вот рассказывайте. Потому что без того, как вас четко должны идентифицировать от других, у какого-то банка была даже реклама, а он отличный от других. Про какой-то банк была такая история лет 5 назад. Без этого вы в рынок как бренд не войдете. Войдете одним из списков торговых марок, которые стоят в магазине «Пятерочка», «Перекресток», «Ошан», «Как договоритесь», про которые мало кто знает. Ну и еще один. Знаете, как это? У нас есть известный, 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 известный и что-то там еще. Если вы говорите, что у нас есть устойчивое конкурентное преимущество, тогда вы говорите, а мы вот зато вот такие. И вот это первое, с чего все начинают обычно. Чем мы отличаемся? Дальше мы определяем источник роста с точки зрения потребителей, с точки зрения конкурентов. То есть если потребителям удобнее доставка, мы говорим, зато у нас есть доставка на дом. Если мы говорим, что потребители говорят, а вот у нас там дети аллергики, мы говорим, не вопрос, у нас питание, которое можно аллергикам. И мы говорим, мы делаем детское питание для аллергиков. Можно даже тем. Не любишь нюхать цветочки, зато наш сок не аллергичен, не аллергенен. В общем, подходит. Следующее. Вы определяете, кто у вас стоит рядом. Никто не бодается с лидерами. Бодается с теми, кто чуть-чуть выше. Потому что вы с ними плюс-минус в одинаковых объемах армий. С точки зрения финансов, операционной работы и прочее. Поэтому здесь выстраивают стратегии нападения, когда есть принципиальные преимущества. По принципу, вы продаетесь в масс-маркете, зато мы стоим в Ашане. Или, например, вы продаетесь в Ашане, зато мы стоим в Метро. И мы будем за счет точки вас выживать. Мы закупим рекламу в Метро и будем висеть везде детское питание для всех. Если ты аллергик, если у тебя там полнота, если у тебя что-нибудь еще, можно всем. И мы не пойдем драться в Ашане. Мы будем драться на этой территории. Потому что здесь у нас есть принципиальные преимущества. Мы тут стоим, вы нет. Или мы стоим, но больше. В итоге у вас, соответственно, снизу идет список, что делают. Значит, первая история – это концентрация усилий всей компании в данном сегменте. Мы не распаляемся. У нас есть один бренд, мы его выводим, и вот мы пошли. Дальше это обязательно инвестиции. Если вы входите в сильный сегмент, где сильные игроки, вы без денег не выигрываете эту долю рынка, потому что новых потребителей не родится. Потребители берем только от тех, у кого отбираем. А это не моя фраза про то, что на любую войну нужны три вещи. Деньги, деньги, еще раз не. Здесь то же самое. Дальше обязательно защита конкурентных преимуществ. Потому что тут, поскольку дерутся лидеры на плотном рынке, здесь идет прям драка не на жизнь. Патенты, цены, база клиентов, перекупите, успейте быстрее. Вот это вот здесь работает нам раз-два. Маркетинг. Работает на укрепление приверженности к товару. Люби меня. Это вот то самое развитие бренда как среды. Я с тобой рядом, я для тебя удобен. Мы помним потребительские тренды? Я для тебя комфортен, я для тебя в твоей среде, я тебе понятен, я рядом с тобой. Это вот это вот все работает. Ну, соответственно, реклама формирует бренд как среда, и мы развиваем продукт, развиваем рынок. То есть мы говорим, если тебе удобен тюбик зубной пасты вместе со щеткой, вот тебе комплекс. Хочешь пить кофе? Кофе с кружкой. Мы делаем тебе удобно. Мы делаем тебе большую, длинную торговую линейку. Ты хочешь чистить зубы, наездишь в командировки, вот тебе паста для командировочных. 125 грамм. В маленьком тюбике. Следующий вариант стратегии. Вы входите в растущий сегмент. Лидеров еще нету. Все пытаются урвать максимальную долю. Сегмент растет. Это как, знаете, в нашем городе построили 145 километров велодорожек. И велосегмент попер. Тут еще ЗОЖ такой общий тренд. И я хочу быть сопричастна. И вот оно пошло. Первое, что мы смотрим, нашу компанию. Мы справимся, если будет большой рост. То есть мы идем на растущий сегмент. У нас здесь всегда опасность. С одной стороны проиграть, с другой стороны выиграть. Мы выиграли, хопа, а не смогли. Скачивание пруд, а серверов нет. И все. Поэтому здесь мы точно так же определяем. Конкурентные преимущества мы определяем всегда. Ну, как бы это смысл брондируем. Емкость рынка. Сколько вообще людей в нашем рынке живет. Какий смысл за них драться. Может их там такая узкая прослойка, что и бокс. Что делаем? Выделяем долю бюджета для пробы в растущий сегмент. Вот это вот по принципу... У меня еще пять минут семинара. Здрасте. Не складывая яйца в одну корзину. То есть вот работа с растущим сегментом – это очень частая история с тем, что у нас уже есть известные бренды, которые приносят нам доход. Давайте чем-то еще увидим. Посмотрим, будет работать, не будет работать. Постоянная аналитика конкурентов. Постоянная аналитика бизнеса. Наш бизнес справляется. Поток увеличился клиентов в 10 раз. Справляемся? Справляемся. И чары нашли новых людей. Успевают. А в 40 захлебываемся. Так, давайте внедрим новую мотивацию. Людям надо до полуночи сидеть. Иначе бизнес все рухнет. То есть это вот еще и внутри бизнеса постоянная аналитика. Маркетинг работает на рост узнаваемости товаров. Сегмент растет. Еще про него мало кто знает. Мы должны максимально рассказывать. Максимально, максимально рассказывать. В Инстаграме это называется в соцсетях реклама по охвату. То есть не по набору клиентов, а чем больше оплат, тем лучше. Вот. И, конечно, развитие рынка. То есть мы максимально увеличиваем присутствие в этом городе, в этом городе, в этой точке, в этой сетке, в этой сетке, в этой. И в Ашан, и в Перекресток, и в Пятерочку максимально везде быстро. Потому что рынок растет. Кто успел, тот и молодец. И последняя стратегия на сегодня. Когда вы входите в сегмент с потенциалом для компаний. То есть вы понимаете, что вы справляетесь. Вы мастер. Вы уже нарастили такую вот прям базу, что своим клиентам вы можете предложить больше. Мамаша, которая делает тортики, которая во всех чатах районов и готовит уже три с половиной года. Она говорит, слушайте, я уже готовлю так, что у меня все соседи пачки облизывают. Так может, пора выходить на большее? А адвокат, который 20 лет работает в частное бюро, говорит, а теперь частная практика. Психолог, который выходит на вот это, это вот выход экспертово-фрилансеры. Чаще всего происходит вот такая вот история. Что делается в этой ситуации? Ну, во-первых, это инвестиции. Если у вас большой потенциал для компании, думайте, сколько денег вы готовы в это вложить. Это ваш бизнес. Дальше это формирование потребительской базы. То есть если вы готовы как бизнес, у вас нет проблем внутри. Вам нужно много снаружи. Маркетинг здесь работает как отстройка конкурентных преимуществ. Все то же самое. Мы остраемся от конкурентов. Ну, и, собственно говоря, здесь, как правило, работают с формированием бренда как социальным символом. То, что мы вот разговаривали в самом начале. И здесь, как правило, берут небольшие бюджеты. Садятся на искомую базу, которую наработали за многие годы, говорят, мы вам возили во Владивосток, а теперь готовы возить еще и в Казань. Мы наработали, мы умеем, мы молодцы. Мы вам делали SEO, а теперь мы еще сделаем вам и SMM, и вот у вас там диджитал бизнес. Мы делали для вас пироги, что ли, а теперь будем еще и пирожки, что ли. У нас есть для этого свое. Дорогие друзья, в рамках 45 минут поговорить о брендинге, к сожалению, все. Самые сливки. Сегодня самые сливки. Что можно еще, помимо того, что взять чемодан и уехать на море? То, что вы видите на экране. С 9 сентября у меня начинается курс, который называется брендинг. Курс брендинг – это все, что вы слушали, но только в другом совершенно объеме, в рамках, которые читают высшей школы экономики. На 24 часа мы успеваем разобрать около 85 кейсов из бизнеса. Так что будет, если желание, поработать с собственным брендом, со своим личным брендом, то есть я как бренд, превратить ваш товар в бренд или понять вообще превращается ли он и что можно сделать без бюджета. С бюджетом 20 тысяч, с бюджетом 200 миллионов. С 200 миллионов можно много чего сделать, но с 20 тысяч обычно не умеют. Я расскажу, как это делается за 20 тысяч рублей. Поэтому вот такие вот истории там с микробюджетами, с мини-бюджетами в разных сегментах рынка, за исключением, пожалуй, что оружие, потому что это госмонополия, у нас проговаривать получается. Даже брендинг метро мы успеваем посмотреть. Здрасте. На 7, дорогие друзья, я прощаюсь с вами. Пожалуйста, если будут у вас вопросы, я сейчас вам в чат пишу мою личную почту. Пишите, задавайте, я с удовольствием на них отвечу. Вам хорошего вечера, прекрасных выходных. Пользуясь случаем, поздравляю вас с началом учебного года.